В настоящее время в нашем регионе, как и по всей России, проходит сельскохозяйственная микроперепись. Что это такое, для чего она нам нужна, нам сегодня расскажет руководитель Владимир Стата Александр Быков. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, что же такое сельскохозяйственная микроперепись и какие у нее цели и задачи? Ну, название микро, наверное, слегка не соответствует тому объему работ, которые мы проводим. Но, тем не менее, всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится один раз в 10 лет. Но жизнь сейчас меняется очень быстро, поэтому правительством было принято решение делать промежуточную перепись один раз в 5 лет. Ну, ее вот называют микро. Но, если судить по тому объему, то практически мы проводим почти полную сельскохозяйственную перепись. То есть, у нас практически участвуют в обследовании все сельскохозяйственные организации. Это 387 единиц. 950 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. И 242 тысячи личных подсобных хозяйств. Это что составляет 95%. То есть, если говорить по объему, то практически это почти полная перепись. 5% ЛПХ, я думаю, это не столь критично. Ну, и тем не менее, по формальным признакам, это микроперепись. Итак, как проводится обследование объектов? Ну, наша основная задача это выявить те сдвиги, те перемены, которые прошли с полной всероссийской переписи за 5 лет. Для того, чтобы уже специалисты в правительстве Российской Федерации, в правительстве области уже могли планировать все мероприятия для того, чтобы наше сельское хозяйство работало лучше, чтобы оно развивалось более динамично. Поэтому все направлено на то, чтобы получить полный срез того состояния, которое есть на самом деле в настоящее время. Как бы моментальная фотография того, что у нас сейчас происходит в сельском хозяйстве. Здесь и наличие земель, их распределение по выращиваемым культурам. Это наличие количества сельскохозяйственных животных. Это наличие инфраструктуры. И, что очень важно в настоящее время, это та помощь, которая оказана всем производителям сельскохозяйственной продукции, начиная от всевозможных субсидий, грантов, какие-то кредиты. То есть, легко ли их получить и как они используются. То есть, вот такой средств информации будет получен нами по окончанию переписи. Ну, чтобы в дальнейшем спрогнозировать, насколько эффективна эта государственная поддержка. Любое мероприятие должно быть спланировано. Если оно хорошо спланировано, то практически на 90% будет удачно выполнено. Без цифр планировать невозможно. То есть, мы собираем как раз ту базу, которая ляжет фундаментом в основу всех тех планов, которые на ближайшие 5 лет будут реализованы и на территории нашей области, и в целом на территории Российской Федерации. Итак, сколько объектов на территории региона подлежит переписи? Ну, как бы мы возвращаемся уже к цифрам. То есть, практически 100% сельхозорганизаций, 100% крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, и 95% личных подсобных хозяйств. Ну, сами посудите, 242 тысячи личных подсобных хозяйств наши переписчики должны обойти и взять ту информацию, которая необходима. Это, конечно, огромный труд на всей территории области. Ну, наверняка у Владимирстата и у Росстата есть уже методы, которые облегчают вот такую работу. Естественно, тот временный персонал, который мы набираем, это 507 переписчиков, которые набраны и работают на территории области по всем районам. Не работают они только в тех населенных пунктах сельских, где количество домохозяйств менее 10. То есть, эти мы не берем. Поэтому практически каждого сельского труженика наши переписчики посетят. Ну, а то, как работать с людьми, ну, во-первых, это и то обучение, которое мы проводим при найме временного персонала, ну, и, естественно, личные умения. Ведь для того, чтобы общаться с людьми, нужно иметь, ну, и призвание, и какие-то навыки. Не так просто разговаривать с человеком. Не все охотно идут навстречу. Но вот тут как раз и заключается то умение переписчика расположить к себе собеседника и получить те данные, которые необходимы. Ну, а мы прилагаем все усилия. И при обучении, естественно, доводим все те методики, которые наработаны, для того, чтобы эта работа была более успешной. Сельскохозяйственная микроперепись проходит на новом технологическом уровне. Что это значит? Расскажите об этом подробнее. Ну, цифровизация, вы знаете, она сейчас активно и широко внедряется практически во всех сферах деятельности. Мы не стали исключением. Все наши переписчики снабжены электронными планшетами. И перепись идет уже не как раньше на блокнотиках, бумажных переписных листах. А все это в электронном виде. Сразу заносится в планшетный компьютер. И вся информация автоматически передается уже в ту базу, которая специально создана для обобщения всего материала и последующей его обработки. Поэтому мы говорим, что это первая сельскохозяйственная цифровая микроперепись. То есть полноценная всероссийская ожидается уже через 5 лет. Да. Раз в 10 лет проводится полная всероссийская сельскохозяйственная перепись. Да, конечно, трудности здесь есть определенные. Не секрет, что, к сожалению, студенты не очень активно участвуют в работе переписчиков. Хотя хотелось бы, чтобы их было побольше. Это наиболее подготовленная в техническом плане аудитория. Но здесь те трудности, которые возникают при обучении наших пенсионеров, которые работают переписчиками, мы пытаемся их преодолеть как раз в ходе обучения и подготовки в предпереписной период. Александр Николаевич, мы знаем, что в этом году выдалось жаркое лето, и аграрий говорит, что уже можно говорить о 30% потере урожая. Когда наши статистики будут считать урожай этого года? Ну, впрямую мы этот урожай не считаем. Это прерогатива Департамента сельского хозяйства. Области и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. А все данные, которые необходимы для этого, конечно, мы собираем и предоставляем. Поэтому наша основная задача – это собрать точные цифры того, что есть на самом деле, для того, чтобы проведенный анализ мог дать именно те необходимые базовые данные для дальнейшего планирования развития сельского хозяйства. Когда? Когда? Когда закончится сезон аграрный. Все дело в том, что мало только собрать данные, еще необходимо детально обработать, провести углубленный анализ. Поэтому те данные, которые мы соберем, ну, уже в первоначальном виде будут готовы в декабре этого года, полностью обработанные данные с углубленным анализом будут в декабре 2022 года. Ну что ж, ждем вас с этими данными в эфире телеканала «Вариант». А я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии был руководитель Владимир Стата Александр Быков. И говорили мы о том, что сегодня проходит сельскохозяйственная микроперепись. А это, значит, подготовка к большому событию через пять лет. Ну, на настоящее время уже 166 тысяч личных подсобных хозяйств обследованы. Это почти 70% от всех имеющихся на территории области. 33% организаций хозяйственных уже сдали отчеты. И, к сожалению, только 14% индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. 20-го числа заканчивается уже срок подачи всех данных. Ну, и придется, видимо, к особо нерадивым применять меры административного воздействия. В соответствии с административным кодексом Российской Федерации будут налагаться штрафы за непредоставление отчетов, солидные суммы, начиная от 20 тысяч. Поэтому я призываю всех наших респондентов все-таки проявить гражданскую сознательность и поучаствовать в переписи. Это нужно не нам, это нужно вам в первую очередь.